всем огромный привет выдалась у меня свободная минутка буквально минутка и я решила потратить ее не на вязание а на то чтобы снять коротенькое видео и показать вам на каком этапе сейчас мой кардиган спасибо огромное всем кто в прошлом видео под прошлым видео оставил мне свои советы и пожелания вопросы по поводу данной пряжи по поводу того я вас спрашивала на каком номере спиц мне лучше вязать и вообще что мне делать потому что эта пряжа на восьмерке дала большую усадку и я сомневалась стоит ли дальше вязать на этом номере или перейти на десятку и вообще что и как делать спасибо большое всем я всем очень благодарна что вы не остались равнодушны что поделились своим опытом своим мнением опытом может быть кого-то других вязальщиц еще раз спасибо и так что же я решила я все-таки решила вязать на десятке основное полотно это вот эти вот металлические спицы да девочки снимая на полу ну извините где где могу где могла примастилась резинка у меня связано на восьмерке кубических вот этих вот основное полотно на десятке я набирала первый раз по моему что-то около 190 чем-то петель у меня это получилось просто огромное полотнище такое провязала где-то я но наверное уже даже до подрезов и потом когда вот я его перекинула на две спицы и прикинула вот так вот сложила я поняла что я еще одного человека могу завернуть в такое туловище в такую тушку кардигана поэтому мне пришлось распустить все в ноль вот тут вот такой был намотанный слой пряжи распущенной и заново набрать уже на 20 чем-то петель меньше сейчас у меня тут 162 по моему петли и провязать все с нуля поэтому так долго я не показывалась поэтому в этот процесс у меня такой длительный хотя вяжется он на самом деле быстро но вот сейчас уже я провязала до подрезов вяжу я ну просто лицевой гладью здесь естественно заворачивается здесь я буду вязать еще обвязывать резинкой такие планочки делать один на один до подрезов я провязала перевела спицы ой скажите мне господи вот это вот полотно передние полочки я перекинула на отдельную отдельные спицы отдельную леску и сейчас вяжу спинку в принципе провяжу еще немного провяжу еще немного и я думаю что можно будет уже делать формировать скосы плеча и закрывать и вывязывать передние полочки рукава я планирую вывязывать прямо из проймы чтобы ну поменьше было таких жестких каких-то швов в изделии чтобы оно было более какое-то пластичное еще я не решила окончательно либо это будут точно такие же рукава лицевой гладью либо же они будут узором малинки шишечки я точно отметаю они некрасиво смотрятся неопрятно в этой пряжи в принципе пряжа и вам скажу очень специфическая и мой первый восторг по поводу этой пряжи он немножко по утих потому что ну она такая знаете на грани то есть вот все будет зависеть от готового изделия как все это будет смотреться в общем в целом уже в готовом изделии потому что вот так вот она вроде бы интересная в бобине она вообще очень красивая давайте наверное повторю что это за пряжи может кто не смотрел предыдущее видео это пиума люкс 160 метров 100 граммах 45 процентов baby альпака 28 merino extra fine 25 по 2 наверное эластан и пайетки и судя по тому что это 2019 это этого года пряжи вот ну что вам сказать вот она в бобине вообще прикольная после стирки того рукавчика но я в прошлом видео его показываю меня его просто собой нет в полотне она полотно подсела и она такая стала более плотненькая сбитая тоже она прикольная симпатичная но чуть чуть более как валенок конечно же стала в полотне она прикольная но вот сейчас она такая ну вот я говорю она на грани интересная конечно но все будет зависеть от окончательного вида изделия вот я все-таки решила вязать на большом номере спиц потому что ну ну как то не знаю чисто интуитивно мне девочки советовали и наоборот меньше взять но мне все-таки хочется какого-то вот такого воздуха в изделии и я даже думаю посмотрю конечно буду ли я его придавать влажно-тепловой обработки именно влажной обработки да то есть стирать мочить но если и будут то ну просто наверно опущу воду холодную и достану то есть без каких-либо манипуляций потому что бы чтобы опять ничего не села не скукожилась не съежилась вот такие мои продвижения спасибо вам огромное за внимание если есть какие-то вопросики задавай так ну и конечно же я с похвастушками это две вот такие шикарные бобинки вот этот голубой настолько красивый цвет это просто вам не передать может быть при конечной обработке видео он нужен при заливке на youtube он станет таким какой есть жизни но вот сейчас на телефоне я его вижу как более насыщенным и более какую-то фиолетовую нотку а на самом деле он чисто голубой красивый чистый небесный голубой цвет очень красивый это стопроцентный меринос для миссони если я не ошибаюсь и это был софил софил а я наверное лучше вам подпишу что это короче это какой-то очень классный меринос насколько я поняла как как мне вернее объяснили в этом магазине где его покупала что он классом выше чем даже за не оборуфа поэтому ну будем пробовать на первый взгляд он такой очень шелковистый и очень такой прям ну гладенький такой красивый красивый хочу либо свитер либо кардиган с ажурными рукавами и с японских ажуров что-то такое и вот это вот бобинка такого кэмэл наверное цвета это 200 граммов кашмира от лора пиано смотрите как мне красиво упаковали а вот его ой вот все его характеристики и вы видите название магазина в общем кому надо поставить и на паузу я решила его взять и связать палантин но естественно не в ближайшем будущем очень я вдохновилась видео ольги контратьевой в одном из последних видео где она показывала магазин to hands питере и там в самом магазине было до отвязан образец из кашлайта от лора пиано шикарно все прощаюсь с вами пока пока уже попрощалась но вспомнила что дома еще у меня есть одна бобинка которая вам не показывала это артикул баба по моему от за не обору фану я вам подпишу тоже все данные на экране вот такой вот очень красивый твит меринос с кашемиром здесь красные крапинки голубые такая вот прелесть ну все теперь уже точно прощаюсь всем пока